Очередная порция полезной информации. Здравствуйте! Председатель губернской думы Геннадий Котельников получил почетную грамоту президента России. Геннадия Петровича представили к награде за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Котельникова представили к награде за активное участие в развитии науки и образования Самарской области и России, а также его вклад в работу Ассоциации законодательных органов государственной власти, субъектов Российской Федерации. Спикера регионального парламента поздравил и глава Самарской области Дмитрий Азаров. Теперь ни одного нарушения не останется без внимания. В Самаре стартовала акция «Тайный пассажир». Они будут фиксировать все нарушения на специальных бланках и выставлять оценки сотрудникам компании-перевозчика по нескольким критериям. Качество обслуживания, корректность взаимодействия с пассажирами, соблюдение правил перевозки и правил дорожного движения. «Тайные пассажиры» следят не только за контролерами и водителями. Они пристально наблюдают за так называемыми «зайцами», которые предпочитают не платить за проезд. Акция «Тайный пассажир» будет проходить в Самаре до конца августа. Сотрудники самарской полиции предотвратили заказное убийство. По версии регионального ГУМВД, подозреваемый 47-летний член адвокатской палаты Самарской области, решил расправиться с бывшей сожительницей на почве личной неприязни. О том, что мужчина ищет киллера, полицейские сотрудники ФСБ узнали в начале июля. Накануне в Тольятти подставной исполнитель убийства сообщил заказчику, что якобы убил женщину. В ответ тот передал ему 2 миллиона рублей, после чего его задержали. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Организация приготовления к убийству». Новый сезон в Самарском театре оперы и балета начнется с премьерой «Любовь к трем апельсинам» Сергея Прокофьева. Изначально идея оперы родилась у легендарного режиссера Всеволода Мирхольда, который издавал журнал о театре, носивший аналогичное название. Постановкой современной вариации оперы, которую видят самарцы, занимались московский режиссер-постановщик Наталья Дыченко, дирижер-постановщик Евгений Хохлов, художник-постановщик Елена Соловьева, художник по костюмам Наталья Зималиндинова, Ростов-на-Дону и художник по свету из Санкт-Петербурга Евгений Гансбург. Новый сезон стартует 13 сентября. Пока это вся информация, будьте в курсе актуальных новостей, смотрите программу «События» на телеканале «Самара Гиз». Всего вам доброго, до свидания.